О том, что в этой квартире живет настоящий мастер, догадываться не приходится. Обстановка буквально пропитана творческим духом. Украшения интерьера – только поделки ручной работы, ажурные пледы и броши из шерсти, яркие открытки и необычные альбомы. Несмотря на большую занятость на работе, Людмила Горбацевич удачно совмещает в себе талантливого дизайнера и чувственного художника. В ее руках даже обычный предмет приобретает новую жизнь. Уже, конечно, с опытом можно сделать что-то и быстро. Но, конечно, глобальные вещи, такие как альбомы, они делаются долго. Потому что, в общем-то, я люблю не просто декорированные фотографии. Я люблю, когда в альбоме есть смысл, есть сюжет, есть история. И порою над этой историей думаешь больше, чем работаешь над самим альбомом. Потому что нужно продумать, какие будут развороты, что на этих разворотах будет, какой журналинг, о чем он. Четыре года назад Людмила занялась новой в то время для Бреста техникой – скраббукингом. Сегодня женщина просто не представляет своей жизни без этого занятия. Поэтому к праздникам подарки для близких и родных – только своей, ручной работы. Например, ко Дню всех влюбленных Людмила Горбацевич уже готовится и делает для любимых необычные вазочки из самых разных материалов. На вопрос о вдохновении женщина, не задумываясь, говорит словами классика «Оно везде, оно повсюду». Хочу сказать, что творчество – это очень хорошая отдушина. Это просто, как я всегда говорю, самый лучший антидепрессант. Потому что сколько бы проблем на тебя не навалилось, как бы ты не устал на работе, ты приходишь, ты успокаиваешься, ты садишься за свое рабочее место, и все. Все хорошо. Людмила Сергеевна постоянно совершенствуется и делится своими навыками и наработками с начинающими мастерами. Она рада, что творчество в Бресте приобретает новые масштабы и формы. Женщина воодушевлена новыми плодами и задумками. Уверена, если есть желание, то любые сложности будут по плечу. А пока она творит и делится с окружающими положительными эмоциями и творческими идеями. Вот, вот, вот.